Доброе время суток, уважаемые моделисты! Представляем ваше внимание обзор содержимого коробки новинки от фирмы «Звезда» истребитель танков «Фердинанд», выпущенной в 35-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Итак, в 35-м масштабе фирма «Звезда» разработала и выпустила нам моделиста, вот такую интересную модель, напомню, собственную разработку фирмы «Звезда», до этого была перепаковка. Немецкий истребитель танков «Фердинанд», 35-й масштаб, вернее, что это за «Фердинанд»? Немецкая тяжелая самоходная артиллерийская установка в период Второй мировой войны класса истребитель танков. Стандартная новая желтая коробка от фирмы «Звезда», а модель 35-го масштаба, как я уже неоднократно сказал, 292 детали в наборе, и длина собранной модели будет 23,3 сантиметра. Артикул модели 3653, ну и давайте посмотрим, что же там находится внутри. Итак, начнем с ванны модели, как я уже сказал, 2017 год, о чем свидетельствует метка. Внутри ванны 2017. Разработана была САО в 42-43-х годах прошлого века. Это была импровизация на базе танка «Тигр» разработки «Порше». В общине было небольшое количество, всего 91 самоходка, вот такая, что у ней было положительного или хорошего. Бронирование было отличное, непробиваемая была машина, но очень много было минусов. Вернее, не было пулемета, и пехота могла подбить данный самоход очень легко. Также была низкая надежность ходовой части и плохая проходимость. Поэтому самоходка участвовала в Курской битве, и потом уже где-то в Италии, и закончила свою карьеру, так можно сказать, в пригородах Берлина. Но прототип был довольно-таки известен. Итак, траки попались мне в первую очередь. Траки у нас пластиковые, полунаборные, два одинаковых литника. Хорошее качество, но кто любит траки пособирать, соответственно, они не подойдут. Смотрите другие. А кто не любит повозиться, ну, соответственно, прекрасный вариант. Капки. Фодовая часть. Здесь у нас звезды. Перейдем к крупным литникам, а их всего у нас здесь три. Ствол выпущен одной, кстати, деталью, что очень хорошо. Можно, в принципе, не менять. Здесь есть имитация троса, она пластика, соответственно, здесь уже думайте сами. Даже два троса у нас здесь имеется. Башня вся в разобранном виде, соответственно, все это надо будет собирать. Но делать это будет совершенно несложно. По литникам это все. В наборе также присутствует небольшой литник с прозрачными деталями. Естественно, звездовский допы, так сказать. Прозрачная деталь. Небольшая декаль с опознавательными знаками. И сеточка. Совершенно небольшая. И осталась у нас одна инструкция. В виде книжечки она сделана. На первой странице все отрадиационно, все как обычно. Это отписание прототипа модели. Прототипа. На двух языках, русском и английском. Кстати, варианта, возможно, два. Дальше на обороте, на обратной стороне с листа мы видим все, что находится внутри набора. И сборка. Хорошая печать. Абсолютно все видно. Хорошо. Хорошо пропечатано. Все довольно-таки подробно. Все отлично. И на обратной стороне, на последней, мы видим вариант. Я так понимаю, их даны два варианта. Соответственно, окраса данной модели. Это Курская дуга, 43-й год. 653-й тяжелый истребительно-противотанковый батальон. Вот, в принципе, все. Такая интересная модель. Но я знаю, что любители немецкой техники ждали выпуска данной модели от фирмы «Звезда». Вот, дождались. Как говорится. Артикул повторил 3653. Данную модель вы можете уже сейчас, именно прямо сейчас-сейчас, в данный момент, купить уже на нашем сайте i-modelist.ru А я с вами прощаюсь, говорю спасибо, что смотрели. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok